Я приветствую вас. Конечно, у нас ностальгия. Мы приехали сюда. Я даже помню, как мы делали кирпичи для этого здания и таскали такие большие кирпичи. 80 килограмм один кирпич. Мы брали его вдвоем, поднимали и ставили вкладку. Я помню, как здесь у нас было 12 человек молодежи, когда мы взыскали Господа, и Бог дал нам откровение. И буквально через 2-3 месяца на молодежных собраниях уже было 40, 50, 60 человек. И Дух Святой сходил настолько сильно, что нам приходилось останавливать проповедь, потому что вдруг Дух Святой врывался буквально. Люди падали, начинали говорить на языках, пророчествовать. Моя жена была на таком собрании. Тогда она еще не была моей женой. Или была? Нет. И буквально она упала, и вдруг на каких-то языках заговорил. Говорит, что это такое? И мы поняли, что Дух Святой хотел крестить. И мы остановили проповедь, и начали молиться за людей. И очень много интересного. Я мог бы долго-долго рассказывать, но, если Бог позволит, как-нибудь в следующий раз. Я сформировался в этой церкви. Я встретился с Духом Святым в этой церкви. Я пошел дальше из этой церкви. И я всегда скучал по тем общениям, но осознавал, что назад ты уже не можешь вернуться в то общение, потому что мы движемся, мы возрастаем, мы становимся другими, того уже не вернуть. Но есть что-то впереди, неизвестное, но очень интересное. Не бойтесь идти, подобно Аврааму, отцу веры. Он пошел туда, не зная куда. Он просто пошел за Богом, даже не представлял, с чем он встретится. Обычно люди боятся, поэтому они прозябают в своей жизни. Но я вас призываю, не бойтесь. Я хотел бы с вами поделиться очень интересным словом. Я был во многих церквах, проповедовал, я видел реакцию. Люди задумывались после этого. И это сериал, на самом деле, проповедей, но так как у меня нет возможности три проповеди говорить, я постараюсь это как-то сделать одной проповедью для вас. И проповедь называется «Спасительный ковчег». И знаете, перед этой проповедью я всегда делаю одно утверждение, которое я услышал из уст одного человека, я задумался, и, может быть, это даже где-то подтолкнуло меня, размышляя об этом слове, и родилась эта проповедь. Итак, для кого церковь не мама, для того Бог не папа. Вот задумайтесь, о чем я сказал. Для кого церковь не мама, для того и Бог не папа. И один мой хороший друг, пастор церкви, он также руководитель одной христианской группы, даже мне обещал на эту тему написать песню. Я все ему написал. Итак, давайте откроем с вами Евангелие от Матфея, 24 главу. Вы просто будете слушать? Открывать ничего не будете? Итак, Матфея, 24 глава, 36 стиха. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Мои дорогие, если появится кто-то и начнет говорить, это будет тогда-то, тогда-то, тогда-то и тогда-то, может же тебе смело плюнуть ему в лицо и сказать, ты лжец. Даже ангелы на небесах не знают, когда будет тот день, а только один Бог. Но как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как в одни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет в пришествии Сына Человеческого. Я начал размышлять, и думаю, что-то здесь не так, наверное. Ну, ведь мы все пьем, едим, женимся, выходим замуж. Что-то в этом неправильно? Кто сегодня из вас ел? Ну, я тоже ел, я не стесняюсь. Я смотрю, половину не ели вообще. По утрам надо кушать, чтобы силы были. А кто сегодня что-то пил? Уже чуть-чуть побольше, да? Все равно, некоторые с утра еще ничего не пили. А кто из вас замужем или женат? Тоже есть некоторые. Смотрю, это вообще холостяки одни сидят почти. Или вы просто не ели, поэтому у вас нет сил руку поднять. Я так думал, в чем же тогда проблема? Я ем, пью, я женат, у меня есть сын, у меня есть внук. Но на самом деле проблема не в этом. Это не грех. Бог создал нас такими. Бог вложил в нас желание иметь семью, иметь детей. Это нормально, есть потребность кушать, есть потребность пить. Но что неправильного в этом? Писание говорит, и не думали, понимаете, есть ситуация, когда люди едят, пьют, выходят замуж, рождают детей и не думают. Вообще такая определенная беспечность. Знаете, слово беспечность означает, когда человек что-то делает, не задумываясь о последствиях. Знаете, как часто даже среди христиан спрашиваешь, брат, ты зачем это сделал? Да что-то как-то не подумал. сестра, ты понимаешь, что ты натворила? Как-то ты не подумала, что к этому это приведет. Это и есть беспечность, когда люди живут, не думая о последствии своих поступков, о последствии своего выбора. Ты почему замуж за него вышла? Я не думала, что он такой идиот. но теперь ты будешь нести последствия того, что ты не думала. Или молодой человек гормоны из ушей брызгают, он женился. Ты зачем это сделал? А я что-то не подумал. Знаете, есть такие серьезные решения, а мы о них не думаем. Просто входим в определенные обстоятельства, принимаем определенные решения и не думаем, чем это закончится. Оказывается, это состояние человечества последнего времени. Они просто не думают. Они не думают, почему они устраиваются сюда на работу. Они не думают, почему они женятся на этом человеке или замуж выходят за этого человека. Они не думают вообще, что они делают. Они просто живут потребительски. Потому что есть, пить, жениться, выходить замуж и не думать. Это животный образ жизни. Знаете, что меня привело к Иисусу в свое время? Сегодня, я смотрю, очень многие приходят к Иисусу из-за того, что у них тяжелые обстоятельства, они попробовали разрешить их, и у них ничего не получилось. И как последняя инстанция, это сам Господь. Господь, может, ты поможешь? Он говорит, конечно, помог его. Если бы мне сразу пришел, сразу бы помог. И мы приходим, но я пришел не из-за этого. Я не мог понять смысла жизни. Я смотрел, как моя бабушка, имея многие детей, дедушка погиб на войне, и она трудилась, трудилась, давала образование, давала воспитание детям. Те выросли, понарожали своих детей, родился и я, и теперь моя мама работала, 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 чтобы прокормить меня, чтобы дать мне образование, и я подумал, я тоже в этой цепочке должен потом жениться, родить своих детей и вкалывать, 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 чтобы дать им образование. В чем смысл жизни? Я был не согласен, для меня это тупой животный образ жизни. И я задумался, я стал думать, Господи, мне нужен был ответ, в чем смысл жизни, а самое ужасное, с чем я не мог смириться, человек живет таким образом, вкалывает, 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 потом умер, и никто не помнит его, и нет его, и мысли нету, и желания нету, нет человека. Как это? Я мыслю, я думаю, у меня есть какие-то стремления, у меня есть желания, и умер, ничего нету. Для меня это было все непонятно. Я начал искать ответы, и я понял одно, ответов у людей нету. Единственное, кто может дать мне ответ, это Бог, если Он есть. И это меня толкнуло к поиску Бога, так и оказался в церкви. И слава Богу за то, что у Него на все наши вопросы есть ответы. Если у нас искренние вопросы, у Него искренние ответы. Итак, перед пришествием Сына Человеческого люди будут именно жить беспечно, и это в Его глазах грех. Люди не задумываются ни о своих последствиях, вообще просто живут. И когда попадают в проблему, тогда кричат Господи, помоги. А о чем ты думал? Ну ты что-то Господи не подумал? А Бог наделил нас разумом. Вы не представляете, какие огромные процессы творятся здесь, если мы думаем. Бог дал нам мозг и способность думать. Великая способность, которой обладает только человек. Думать перед тем, как что-то сделать. Думать перед тем, как что-то сказать. Думать перед тем, как сделать шаг, чтобы потом не жалеть о том, что-то сделать. Просто думать. Думать о последствиях, потому что Писание говорит, что зачастую пути человека кажутся ему прямыми, но конец их погиб. Знаете, самое страшное и ужасное, что только в самом конце ты стоишь и понимаешь, что ты погиб. А ведь когда-то ты начал этот путь, и он тебе казался прямым. Ты шел, ты не думал о последствиях, но мудрость разумного, знание пути его, мудрость разумного человека, разума человека, разумеющего человека, думающего, он знает, чем закончится его путь. Но сегодня состояние человечества именно такое, никто ни о чем не думает, просто потребительски живут, и это грех в глазах Господа. Вот так же было и водненое. И давайте посмотрим, что же было водненое. Смотрите, вы должны понять, мы не знаем, потому что этих событий еще не было, мы не знаем, как оно будет, но Иисус говорит, вы посмотрите, как было водненое, а это история, мы можем заглянуть в историю, мы можем посмотреть, как же было водненое, вот точно так же будет и в пришествии Сына Человеческого, значит, есть некая параллель, мы можем понять, что будет и как будет во дни пришествия Сына Человеческого, если мы рассмотрим, как было водненое, и поймем, что было водненое перед потопом. Бытие, 6 глава, я выборочно прочитаю, 3 стих, и сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. Смотрите, Бог снижает уровень жизни человека, человек жил 600, 700 лет, 800, вау, такая жизнь, слушайте, если жить бесцельно, это может наскучить просто жить. А Бог видел, что люди живут бесцельно, они пренебрегают Духом Божьим, и Бог сократил уровень жизни. Вы знаете, и сегодня я вижу, когда люди живут беспечно, когда люди живут бесцельно, то и Бог, наверное, смотря на нашу жизнь, говорит, а зачем ему жить? Воздух только кислород будет потреблять не хватит тем, кто думает. Мне серьезно, сегодня люди умирают, и уровень жизни все ниже и ниже, а причина не потому, что болезни, не потому, что экология, не верьте, жизнь человека в руках Бога, просто человек начинает жить для себя, человек начинает жить потребительски, пренебрегая Духом Божьим. И Бог говорит, все, достаточно, тебе нет зачем здесь жить. И человек умирает по той или иной причине. Поэтому, если ты хочешь увеличить, даже ученые доказали, есть исследования и доказательства того, что если у человека появляется цель жизни, то его уровень жизни возрастает на 10-15 лет. Представляете? Если у тебя появляется цель, ты можешь этим продлить жизнь, потому что тебе надо время, и Бог знает, тебе нужно время, чтобы достичь цели, особенно, если эта цель была рождена от Духа Божия. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем и сказал Господь, истреблю с лица земли человека, в которых я сотворил, от человека до скотов, гадов, птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их, но и же обрел благодать пред очами Господа. 11 стих, но земля растлилась пред лицом Божьим и наполнила земля злодеяниями, возрел Бог на землю, вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой. Именно в этом и есть растление земли, что каждая плоть, каждый человек начал ходить собственными путями, а не путями Божьими. Человек начал пренебрегать водительством Духа Святого, а избирать собственные пути, двигался собственными желаниями. И Бог сказал, земля из-за этого образа жизни человека растлена. Но был некоторый Ной, и сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Заметьте, Писание говорит, что Ной это тот человек, который приобрел благодать от Господа. Знаете, сегодня вокруг благодати есть столько неправильных учений, сегодня вокруг благодати столько интриг, многие используют благодать как легализация греха, как ничего не делать, а ты что, а пастор, я под благодатью. Мои дорогие, смотрите, в чем проявилась благодать Божья по отношению Ноя. Во-первых, он пришел и предупредил, то есть он дал ему откровение, он ему показал, что будет, будет некоторая угроза для земли и для всего живущего, но тебе я дам план. И благодать Бога проявилась по отношению Ноя в том, что он получил план работы. Алло, если ты под благодатью, значит, у тебя есть какой-то план от Бога работать, выполнять какое-то служение, а не сидение просто в церкви, я под благодатью. Тебе еще далеко до благодати. Ноя обрел благодать, он получил план, что нужно делать. И мудрость Ноя была в том, что он не отверг благодать Божью. Как он не отверг? Он не отверг план работы. Если Бог дает тебе задачу или ведет тебя, говорит, я хочу, чтобы ты стал лидером ячейки, знай, Бог тебе предлагает благодать. Если ты отвергнешь служение, ты отвергнешь вместе и со служением отвергнешь благодать Божью. Это благодать, когда Бог тебе дает некоторое повеление, когда Бог тебе дает некоторое задание. Он сам будет присутствовать в этом задании. Он будет с тобою. Он будет вести тебя, он будет научать тебя, он будет тренировать тебя, и в этом благодать Божия, а не в том, что ты сядешь и ничего не делаешь. Говорю, вокруг благодати сегодня так много спекуляций. И здесь мы видим, что Бог ему дает очень серьезный план, из чего построить, какие должны быть перегородки и тому подобное. дает серьезный план ковчега. Иной под благодатью Божией пошел и 120 лет благодати он махал топором, бил и забивал гвозди. Это благодать Божия. Он знал, что именно вот этот ковчег, который я строю, четко по планам Бога. Я не могу перегородку сюда перенести или сюда, потому что мне так больше понравилось. Был четкий план Бога. И он строил, строил и понимал, что именно этот ковчег спасет меня от будущей угрозы. Он никогда не видел дождя, потому что ученые говорят, в то время не было дождей, тогда было очень много, мало рек, но земля орошалась интересно паром. и поэтому он даже не знает, что такое дождь. И когда Писание говорит, Петр называет Ноя проповедником правды, и в чем была проповедь? В том, что он созидал ковчег. И люди подходили и говорили, слушай, Ноя, что ты тут строишь? Ковчег. А зачем? Будет потоп, будет большой дождь. А что такое дождь? Что такое потоп? Ноя, ты, наверное, с ума сошел? И потихонечку людям было сначала интересно, потом они стали смеяться наверняка над ним. вы же знаете, вот такие мы. Когда мы что-то не понимаем, мы начинаем над этим смеяться. А где ты речку найдешь, чтобы поплыть на этом большом ковчеге? Потом вообще говорили, а ты мой сектант. Все тут гуляют, веселятся, пошли на пирушку. Нет, я под благодатью, мне нужно строить. И Ной выдержал все насмешки. И представляете, Писание говорит, потом сам Бог закрыл ковчег, шлеп, и уже никто не мог открыть. И представляете, дождь, потуп, все бегают и кричат, Ной, помоги. Знаете, Он, может быть, и хотел бы по доброте своей души помочь кому-то, но уже ничего изменить не мог, потому что Бог закрыл дверь. Так было в Одниное. И Писание говорит, что то же самое будет в пришествии Сына Человеческого. И знаете, я хотел бы сразу пойти в Новый Завет. и прочитать одну беседу Иисуса с учениками. Пришел Иисус. И явилась особая благодать Божья в лице Иисуса Христа. Но для чего пришел Иисус? Знаете, если я буду сейчас каждого из вас спрашивать, то многие даже не смогут ответить, для чего пришел Иисус? Вы скажете, и вроде бы правильно, но вы будете в основном говорить о промежуточной о промежуточном его задании, о промежуточной цели. Если вы скажете, Иисус пришел для того, чтобы меня спасти, это будет самый правильный ответ. Но как Он собирается вас спасти? Вопрос. там Бог Ною дал определенную миссию. Через эту миссию Бог спас человечество. И когда потоп сошел, опустился ковчег, Ноя вышел, и что он сделал? Он опять расплодился и наполнил землю. Значит, что-то подобное, заметьте, как было в одни иное. Есть определенная параллель. Значит, что-то подобное должно произойти в пришествии Сына Человеческого. И на самом деле Писание об этом говорит. В Матфея 16 главе 13 стиха. Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Иилию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон Джей Петр отвечая сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос. Знаете, Христос это значит Мессия. Знаете, от этого слова произошло такое слово, как миссионерство. Мессия это человек с определенным заданием, с определенной миссией. Мессия, миссия. Иисус пришел с определенной миссией. Он был человеком миссии. У него было определенное задание. тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах. И я говорю, ты Петр, и носем камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Мои дорогие, у Иисуса была одна миссия это создать церковь. Да, у него была миссия умереть на кресте. Да, да и да, но если бы он просто умер бы на кресте и воскрес и ушел на небеса, то никто бы не спасся. Это не было бы окончательным планом его миссии. Он умер на кресте, чтобы мы могли разобраться со своими грехами. Но его миссия, он здесь четко говорит, моя миссия создать церковь, которую врата ада не смогут одолеть. Вот почему если церковь для тебя не мама, то и Бог для тебя не папа. Потому что Господь посылал Иисуса с одной миссией создать церковь. и на пути к этому Он зашел на крест. Он взял наши грехи. Он искупил нас и дал задачу. И характеристика церкви дам тебе ключи Царства Небесного и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Очень интересно. Если смотреть, Иисус мало говорил вообще о церкви. У него нету такого подробного учения о церкви, как у апостола Павла. Но он пришел и сказал, он научил апостолов и дал им власть связывать и развязывать. И апостолы уже устанавливали множество правил в церкви. Они под водительством Духа Святого созидали церковь. И поэтому я могу совсем искренним своим сердцем и убеждением своего сердца сказать, вне церкви нет спасения. Вне церкви нет спасения, потому что именно церковь, которая складывается из нас, из людей, мы те камни, мы те бревна, из которых строится ковчег, церковь и есть этот ковчег. И в один день Писание говорит, Господь придет и закроет. Последний человек войдет и Господь закроет дверь спасения. Как он закрыл крышку ковчега, дверь ковчега, так он закроет спасение. Поэтому цени церковь, люби церковь, знай, что церковь это то, что тебя спасет. И Иисус смотрите, берет спасаемых, что он делает? Писание говорит, из спасаемых он прикладывал к церкви. Люди, которые спасались, он сразу их помещал в церковь. Люди, которые спасались, он сразу их в ковчег, он сразу их в ковчег, он сразу их в ковчег. И в ковчеге мы в своем доме. Знаете, многие, я знаю, что пятидесятники, баптисты, они очень много говорят о рае. Но Библия не говорит так много о рае. Мы все мечтаем попасть в рай. А я вот вам скажу, не очень. Потому что евреи, они мало говорили о рае. Они ждали чего-то другого. Евреи ждали воскресения. Рай – это промежуточная стадия. Мы в Академии изучали само слово, когда Иисус сказал разбойнику, ныне живуешь со мной в раю. Рай – это даже не место, а рай – это состояние. Бестелесное состояние души. Это временное местоположение нашей души. Но будет воскресение мертвых, о котором написано в Откровении. И блаженный свят человек, принимающий участие в воскресении первом. Когда воскресение праведников. Когда мы получим новые тела. Еще больше чего я ожидаю. И ожидаю, когда этот ковчег приземлится. И мы выйдем из ковчега. И мы увидим новое небо. И новую землю. О которой много, кстати, говорится в Новом Завете. Поэтому я не живу раем. Я живу тем, что однажды в новом теле я приду, и мои ноги встанут на новой земле, экологически чистой. Когда я увижу новое небо. Там, где я все время буду с Иисусом. Смотрите, параллель, очень четкая. Ковчег. В него зашли люди, спаслись от потопа, вышли и наполнили землю. То же самое церковь, спасительный ковчег. Мы выйдем и наполним новую землю, которую для нас приготовит сам Бог. Творец наш, Отец наш. Вот что классно. Вот что хорошо. Итак, без церкви нет спасения. Даже мысли не допускайте, что ты будешь дома сидеть, верить, читать и спасешься. Мои дорогие, спастись можно только в ковчеге. Я думаю, что там многие люди думали, ну чуть что, мы вот тут рядом будем, сноем. Некоторые, знаете, такие думают, а я плотик на всякий случай смастерю. Ну, мало ли что, может поможет. Как сегодня крестик одел. Вот вдруг поможет, а вдруг не поможет. А вдруг спасусь, а вдруг не спасешься. Какая-то такая игра в рулетку. И на кон ты ставишь собственную жизнь. С первых дней, когда я отдал свое сердце Иисусу, церковь, сам Бог, Духом Святым научил, что церковь, это самое важное, что есть в моей жизни. Самое важное. Для меня важна церковь. А церковь – это люди, которые приняли, как и я, спасительную благодать Божию. И церковь, а другими словами, верующие люди для меня с первого дня значили намного больше, даже чем мои родственники по крови. Потому что Иисус сказал очень интересные слова. Говорит, там мать и сестры там тебя ждут. Он говорит, кто моя мать, кто мои сестры, кто мои родные? Вот, кто слушает слова мои и исполняет. Вот мне и мать, и отец, и брат, и сестра, и сват, и кум, и тому подобное. Он показал, что у рожденных свыше новая семья. И поэтому ты для меня важней, чем мои неспасенные родственники. Ты для меня важней, потому что ты брат и сестра. И с тобой я буду пребывать на новой земле и любоваться новым небом. Именно с тобой. Вот поэтому церковь для меня важна. И если Бог мой отец, то церковь это моя мама. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»